короче пришла посылочка очень интересная и плохие новости на канаде на том месте где стоит новый точнее старый тотем упало дерево все разъебошило короче на сейчас надо попилить и вскроем заодно посылочку посмотрим что там блин с погодкой сегодня повезло прям как сказки и короче дубец грохнулся вот так примял весь стол все лавки и туда вот в овраг завалился в общем сегодня будем вытаскивать его отсюда ну и заодно поговорим что здесь так вот такой вот шикарно упакованный став о бля нихуя я просто не в курсе был чего здесь во первых кироса вот это вот гвоздь программы это света накопительная краска помощью которой я буду рисовать это самое главное ну и всякие ништяки вот допустим и кироса так вот это очень приятно блин ну конечно замотал знатно вот еще такие что это нас просто охуенно блин я это реально не знал типа что он сюда положил дико приятно прям викинте какая-то глупость становится историей просто его вековечивается даже в таких вещах маленьких ты горд так и все последний самый маленький но это классический строп он по моему я думаю что самые усидчивые уже догадались откуда гостинцы это прислал ростик с канала в маске у него недавно был рассыл всяких полезностей и мне по доброте душевной перепала та самая светящаяся заправа наконец-то в моих руках оказалось то что действительно светится в темноте нормально ярко не то что это дерьмо от пибео сколько слоев я не наносил этого всего было недостаточно не светится и все тут может я чего-то не понимаю я ее и так и эдак короче кто заинтересован в подобном эффекте не рекомендую попытка номер фиг знает какая все хочу ядреных люминофоровых кадам и дабы не повторяться подрежу еще парочку свежих экземпляров для своей коллекции а ведь когда-нибудь они закончатся и у меня будут все каноничные засранцы в трафаретах но объективно это произойдет еще не скоро их вон сколько поэтому пока выбираю самых уникальных думаю штучки 3 будет достаточно раньше я каждого отрисовывал от руки но потом догнал что намного удобнее сделать трафарет а уже с ним можно наштамповать целую армию в разной расцветке но в этот раз меня интересует именно светящиеся в темноте кадама на цвет наплевать по поводу материала я пока не нашел ничего удобнее и доступнее чем обычный арголит без лакового покрытия он правда не такой долговечный но зато меня полностью устраивает соотношение цена-качество если кто-нибудь из вас знает более подходящий материал для этого дела то напишите в комментариях может я что-то упускаю по бумаге я упакован под завязку появилась возможность забирать использованные плакаты из местного дома культуры но это чисто мой вариант если ты тоже режешь трафареты ну или тебе просто нужна подобная халявная бумага то подкидываю лайфхак пройдись по местным супермаркетам и кинотеатрам там как правило охотно расстаются с отработанным промо-материалом они один фиг это выкидывают целыми рулонами а тебе пригодится но для своих кадам я стараюсь использовать более качественную плотную бумагу я рассчитываю на многоразовые повторно использовать сразу говорю обычный офисный а4 не подходит для долгосрочного использования разваливается довольно быстро тем более если юзать краску на водной основе я вырезаю трафареты таким образом чтобы зона проникновения краски оказывалась на контуре с отверстиями в голове с полутонами я предпочитаю работать кистями так получается подобрать оттенок более точно но перед тем как задумываться о таких вещах сначала не помешало бы положить основной цвет посмотрим что тут рост не мешал давайте сейчас просто помолчу смотрите внимательно все понятно все ясно беретесь скажи что происходит на свале скатывает скатывается оказалось что состав абсолютно не подходит для того чтобы рисовать им кистями когда я рассказал об маске удивился говорит что даже не знал об этом так как использовал ее чисто как заправа для сквизера с такой подачей она ведет себя заебись а вот в моем случае в податливом жидком состоянии она живет где-то пять секунд после чего если мазюкать ее кистью начинает густеть и люминофор с пигментом скатывается ну тут уже с ним ничего не сделаешь но если состав не трогать и дать ему немного времени на засохнуть то он схватывается довольно серьезно и короче следует правильно использовать это красло хотя сейчас это уже не актуально не убил почти весь флакон насколько мне известно 2 замеса не было поэтому можно заслуженно считать эту партию уникальной при полном высыхании и состав приятно посветлел то что нужно я знаю многих людей которые подхватили этот движ с кадама если вы хотите попробовать то вам как минимум надо под затариться краской в магазине арт квартал по моему промокоду кадама вы получите десятипроцентную скидку на ее приобретение не благодарите все для вас в общем при таком раскладе от тени решил отказаться дабы максимально сохранить светящийся эффект вдобавок я в душе не и будь чем замешивать это чудо помимо трех новых я решил добавить в партию еще четырех и старой гвардии 3 как-то маловато даже на вылазку не тянет а я хочу уже видно что все работает как надо светится очень ярко осталось их только вырезать подкорректировать контур и влаг хочу выбрать какое-нибудь интересненькое местечко для очередных стрит-арт приключений и вместе с вами туда отправиться если вы за то поставьте лайк и напишите комментарий так я буду знать что вам действительно это интересно а пока чтобы не скучать подпишитесь на инстаграм там всегда свежие новости коллекализейшн вырубите да и до встречи неделя пролетит очень быстро